Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас тема, которую мне подсказала одна из подписчиц. Совсем недавно я получила от неё письмо, где она спрашивает, а что делать с учениками, которые приходят на урок без домашки? На уроке они активны, на занятия всё делают, а дома палец о палец. Как наказать? Какие придумать наказания, чтобы, конечно же, исправить эту ситуацию? Изначально я подумала, что не смогу помочь, и даже обрадовалась, ведь в последнее время с таким практически не сталкиваюсь. Когда работала больше в групповых форматах, на разных языковых курсах, да. И с этим, кстати, справиться сложнее именно в группе. Но потом я решила, что коллективный разум — это сила, и мы все сегодня вместе что-то придумаем и наполним penalty jar. Кстати, да, у коллеги уже есть эта баночка, осталось только наполнить идеями, вложить туда какие-то карточки, pieces of paper, и придумать, чем же можно наказать. Хочу начать с того, что мы должны разобраться, почему студенты не делают домашки. Я для себя выделила три основные причины. Первая — это им реально не хватает времени, со мной такое случается чаще всего, хотя очень редко, и парадокс. Те, которые очень заняты, в итоге все делают и даже просят еще. Давайте еще, давайте добавки. Обычно эти дети очень целеустремленные, студенты, они понимают конечную цель, они понимают свою ответственность в этой ситуации, и с ними даже в такой сильной нагрузке не бывает никаких проблем. Вторая причина — это лень, банальная лень. И тут нужно понимать, или человек сам по себе такой, это не только с вашим предметом связано, он может не делать никакие вообще домашние задания, или ему не хватает мотивации. Такое случается с детьми, со студентами, которые или приходят под давлением, вот мама заставила, или вот все ходят, и я пойду, но человек как-то особо не заинтересован, и у него не хватает банальной мотивации. С этим бороться сложнее, как бы вы ни старались, как бы вы ни наказывали, даже здесь может быть обратный эффект. Чем больше вы будете давить, тем больше вы отобьете желание. Ну и третья причина, мне кажется, для учителя она самая серьезная, это когда студент не понимает, как делать домашнее задание. Ему реально сложно, он пытается, он хочет, но ничего в итоге не получается. Почему такое случается? Или недопонял материалы, или что-то пропустил, или просто не хватает навыка. В моей практике такое было даже в этом учебном году. Девочка очень страдала касательно listening и writing. Она даже плакала физически, плакала слезами, но мы в итоге это все исправили, и я понимала, что вот ей нужен конкретный гайд. Сейчас, когда я на курсе, я понимаю, что где-то даже интуитивно я это делала, но сейчас уже как методические методы, это должно быть по ступенькам. Первое, вы должны показать модель, как это делать на занятии, не дома сказать, откроешь, посмотришь. Хотя есть и такие ученики, которые могут и без вашей помощи, без вашего участия справиться. Второе, это надо дать гайд. То есть вы должны показать, вместе с ней проработать, с ним, со студентами. И третье, это уже индивидуально, где-то дома закрепить. Если эти этапы где-то не пройдены, или какой-то из них упущен, возможны такие варианты, что они действительно не справятся с этим. Ну, есть, конечно, просто, да, всё поняли, всё знаем, но делают вид, что не понимают. Но вы же знаете ваших учеников, каждый учитель знает, чем дышит каждый из ваших студентов. Я уверена. Давайте же подумаем, что будем наполнять нашу penalty jar. Кстати, если вы не знаете, как это оформить, в интернете очень много идей, вбиваете даже в Google penalty jar ideas. Там такие красивые яркие баночки с этими такими стикерами или разноцветными бумажечками. И даже там уже можно поискать идеи, хотя здесь может быть проблемка разные subjects, предметы. Хотя можно поискать. Мне даже очень понравились обычные названия типа «оу, упс» или там «ааа», да, что-то такого плана, но можно назвать и «punishment box», и «penalty jar», как вашей душе угодно. Я спросила одну из моих коллег, что ты делаешь? Вот у тебя группа, сейчас у меня нет групп, а вот ты можешь мне помочь в этом отношении. Она сказала, с домашками тоже как бы проблем не бывает особо, а вот с опаздыванием. И я думаю, это можно как-то где-то применить. Одна из её групп постоянно опаздывает на 5-10 минут. И она решила их проучить и отучить от этой плохой привычки. Началось с того, что её идея была, как раз они изучали irregular verbs, неправильные глаголы, и на сколько минут человек опоздал, столько неправильных глаголов он должен был просклонять. Ну, допустим, опоздал на 2 минуты, вот тебе 2 неправильных глагола, давай по таблице, пошли вместе. Но смотрите внимательно. Обычно дети, даже вот или взрослые, опаздывают не по одному человеку. Если даже 2-3 человека опоздали, и вы каждого индивидуально спросили, это уже ну минимум 5-10 минут урока. Поэтому нужно смотреть, страдает вся другая группа, сколько это времени занимает. Это может превратиться в такой немножко балаган. Хотя она сказала, что со временем это все урегулировалось, это не было каждый раз, и они действительно перестали опаздывать. Возможно, это тоже сработает. То есть одна из идей положить, допустим, какие-то бумажечки с неправильными глаголами. Что еще мне приходит на ум? Может быть, какие-то tongue twisters. Это будет реально и эффективно, и интересно, и весело. Потом, что еще? Допустим, какие-то rhymes, да, нужно там рифму придумать. Тоже часто бывают даже в icebreakers такие штуки, типа, «Назви три чего-то», «Назви пять чего-то», там, «Name five», «Name three». Все зависит от уровня грамматики, лексики, которую вы проходили с этими студентами. Потому что, если он не знает, что такое passive voice, а в вашей баночке лежит там «periphrase», да, перефразировать что-то надо или сделать «active, passive» или наоборот, конечно, студенты с этим не справятся. Что-то простое, быстрое, но при этом с применением знаний. Я бы так решила. Коллеги, обязательно напишите, чтобы вы положили в эту баночку какие идеи. Как я наказывала одного из моих учеников в прошлом году, я его, кстати, отучила от этой привычки, я ему каждый раз еще дополнительно что-то давала. То есть, я говорила, будет double homework. Но здесь тоже аккуратно, ведь все ложится на ваши плечи. Чем больше вы даете заданий, тем больше проверять вам. То есть, если вы дали еще плюс пять упражнений или если вы дали написать какое-то эссе или, не знаю, сочинение на тему или письмо, это вам опять-таки проверять. Если это индивидуальные ученики, конечно, не столь проблематично, но если это целая группа, можно как-то придумать, чтобы проверяли сверстники, одногруппники, но насколько вы можете им доверять в этом отношении. То есть, что-то такое, что будет не очень много времени занимать, что можно сразу получить, вот буквально пришел без задания, если это сделал, заходишь, садишься, ну и не пережимать очень сильно. Я знаю, да, такие случаи, когда чем больше ты как-то входил уже в эту конфронтацию, чем больше ты становился в свою позу и ученик тебе тоже не уступал, ничем хорошим это не заканчивалось. Но это было давно, я, кстати, уже думаю, что это больше было связано с ленью, как раз с ленью. И я ничего в этой ситуации не могла изменить, там ни родители никак не помогали, хотя их пыталась привлечь, ни какие-то там даже, знаете, ну угроза, это звучит громко, но никакие шантажные моменты, ничего не помогало. Иногда просто, вот как с моей одной взрослой студенткой, она говорит, у меня некогда, у меня некогда, у меня не хватает времени, я не буду делать домашнее задание. И мы изначально это обсудили, когда она ко мне только пришла. Я ей сказала, насколько это будет эффективно, как долго она будет изучать язык, и в итоге она согласилась и сказала, да, я понимаю, но вот сейчас я не могу никак делать домашнее задание. То есть, если вы договорились на берегу, потом с вас никакого спроса, никаких к вам претензий. Если человек сначала сказал, да, я готов, я буду всё делать, а в итоге забил на домашке, но вы должны напомнить о том вашем первом разговоре, зачем и почему нужны домашние задания. Обязательно пишите ваши идеи, что бы вы положили в эту баночку, существует ли какая-то система наказаний в вашем случае. Прощаете ли вы своим студентам такие моменты? Я иногда прощаю. Конечно, все мы люди, я понимаю. Иногда я как бонус дарю, просто нет домашки. Это может быть за выполнение чего-то на крутом уровне, то есть, допустим, справился круто, сдал что-то хорошо, и я говорю, ну всё там, да, один раз можешь отдохнуть, не сделать. Или в честь какого-то праздника. Да, я тоже это делаю, и даже взрослые студенты радуются, как дети малые. Ждём ваших идей, помогаем нашей коллеге наполнить её penalty jar. Я думаю, что какие-то набросочки обязательно будут, и мы сможем вот так вот коллективно, объединившись, помогать друг другу. Всем большое спасибо за внимание, и увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!